Ребят, всем привет! Сегодня у нас 27 июля 2019 года. Мы приехали на дачу и наконец-то распустились мои любимые лилии. Лилии Салтарелла, Брунелла. Вот эти вот, по-моему, Брунелла, если не ошибаюсь. Посмотрите, они ярко-оранжевого цвета. И Леди Лайн. Это все покупки этого года. Это Леди Лайн. Очень красивые лилии. Вот еще будут распускаться. Смотрите, красотень какая. Салтарелла. Обожаю этот сорт. Самый любимый сорт. И эти, конечно, бесподобные лилии. Они еще не все распустились, но смотрится. Ребята, обалдеть! Вот сейчас отойду и издалека посмотрите. А еще я хотела вас попросить. Я сейчас хочу брать лилии на следующий год. Желтые тоже. Хороший сорт очень. И, может, кто-то вот подскажет, кто знает мой участок, куда их лучше приткнуть. Я буду брать 9 луковиц крупных достаточно. И мне нужно место, куда их приткнуть. Я думаю, сюда они просто уже не влезут. Ну вот не знаю, может, кто-то что-то подскажет. Буду ждать от вас советов. Так что Леди Лайн тоже я посадила в этом году. Я вам показывала, как я сажала вот такая розовая. Правда, здорово? Да, пахнут они, конечно, обалдеть, как. Очень красиво и ярко. Ой, а вот эти, как пахнут. Бронелла, вообще обалдеть. Красотень, в общем. Вот такие вот лилии у меня в этом году. Сейчас пробежимся с вами еще по участку. Так, ну и, ребята, сегодня я начала уже делать шашлык. Шашлык будет куриной, из грудок куриной. Делаю я его очень просто. Нарезаю грудки, перчу, солю, добавляю много специй, добавляю майонез, много лука, головки 3-4 и горчички. Получается мягко и вкусно. Вот уже костерчик, наколол я таких дровишек. И вот он трещит, трещит. Скоро буду насаживать. Покажу вам, что у меня получится. Вот такой костер. Ну и вот так готовится наш шашлычок куриный. Достаточно много. Он начинает подрумяниваться уже. Что-то пораньше поставлено, что-то попозже. Смотрите, какая красота. Ребят, запах идет обалденный. Сегодня очень сильный ветер, но очень тепло. И завтра еще будет теплый день, а со вторника нам обещают резкое похолодание. И плюс 12 днем, плюс 7-8 ночью. Так что пользуемся хорошими денечками. Что самое интересное, это еще не весь шашлык. Еще где-то на шампура 2 будет. Так, раз, два, три, четыре, пять, восемь, десять уже поставлено. И еще где-то шампура 2 будет. Такой шашлычок. Между делом баданчик, пиво. Все надо косить, ребят. Но сейчас пока немного занимаюсь другими делами. Сейчас там небольшие посадочки будут в грядочку. Поэтому и шашлык нужно доделать. Так что пока занимаюсь этими делами. Шашлыком на данном этапе. Ну, а попозже с вами пробежимся. Покажу вам участочек, что изменилось. Посмотрите, какие стали гортензии. Ну и вообще посмотрите, как и что стало. У меня здесь неделю не было. Поэтому посмотрим вместе с вами. Ну, ребят, давайте подойдем к моим розам. Какие они стали за неделю. Посмотрим, полюбуемся. Это у нас акварель, розочка. Красотка, правда? А зовут красотку Генри Матис. Флоксы. Очень красивые, ароматные. И вот она, моя штамбовая розочка распустилась, ребят. Посмотрите, какая красотень. Роза на штамбе. Вообще, покупала ею как Gloria Day. Я немного думала, она будет другая. Не знаю, пересорт или не пересорт. Или это первый цветок такой. Вот второй более похож будет. Да, вот видно. Ребят, очень ароматная роза. Очень. Остальные в бутончиках показывать не буду. Кроме Джон Кэббок. Вот она тоже распускается. И вот так плоксики отсюда смотрятся. Очень красиво. И еще, ребят, я забыла показать. Вот я сейчас обработала грядочку полностью, где у меня немножко огурчиков. Вот перчики. Вот перчик получше видно. И вот здесь вот в луночке было посажено две луночки редиски и две луночки салатика. Сегодня посажено. И сейчас я начала косить участок. Сейчас начала косить. Где-то уже скосила. Вот без солнышка так лилии смотрится шикарно. Пошла косить дальше, ребят. Ну и вот мы сейчас пробежим с вами по участку гортензии. Метельчатые мои. Ванилла Фрайс и Лайм Лайт. Вот такие они стали уже большими. Почти они распустились. Но самая, как говорится, фишка будет, когда будет где-то конец августа. Ну может быть, ну да, конец августа. И они будут розовыми. Вот так, посмотрите. Огромные такие цветы. Вот моя ладонь. И вот такие шапки соцветий. В общем, они очень большие. Посмотрите. Вот просто, к примеру, больше ладони. Вот такие красивые гортензии. Очень они быстро у меня выросли, ребят. Ну очень быстро. И превратились вот в такую красоту. Издалека. Мне кажется, они заняли достойное место на самом деле. Потому что это вход как раз рядом калитка. И заходишь, и сразу тебя встречают вот такие нарядные цветочки. Дальше. Дальше у нас... Ну, в принципе, можно уже и покосить, но сегодня я заниматься этим не буду. Мельба. Ой, вот она мельба. Хороший летний сорт яблок. Роузглу. Древовидная гортензия. Они цветут раньше, чем метельчатые. И она уже, соответственно, отцветает. Когда у нее цветоносики эти все шапочки позеленеют, я буду срезать. Потому что, ну, мне не нравится уже вид, когда она становится зеленой. Так. Хочу показать яблоню. Вот столько яблок. Сорт тоже не помню. Сажала давно. И не записывала, к сожалению, тогда сорта. Знаю только то, что большая мельба. И все. Яблочный рай такой. Подниму вам веточку. Ну, посмотрите. Как бы она не сломалась, ребят. Уж очень висит. Она повисла от урожая. Грушки. Видно тоже грушки. Много груш. Ой. Так. Клоновидочки. Яблочки. Лилии отсюда вот так смотрится. Так. Вот здесь тоже, походу, будет ветка ломаться. Надо ее подставлять. Покажу вам. Посмотрите. Огромные груши уже. Так. Вот, наверное, так видно. Сейчас, секунду. Вот. Огромные груши. Ту же сорт я не помню. Ветку надо подставить будет срочно. Здесь я уже приготовила. Я сейчас буду сажать перчики. Сейчас дни теплые стоят. Они начинают созревать. Становятся такие красненькие. Но уже пора, пора. Огурчики я уже собрала. Так. Сейчас покажу огурчики. Урожайчик такой. Так. Вот огурчики. Это зебра кабачки. Вот так вот. Это такой прям. Посмотрите. Всегда сажаю именно зебра. Очень нравится мне этот сорт. Петунья еще пока цветут. Какие-то я в тот раз обрезала. Какие-то не обрезала. Ну, в общем, пока это вот так выглядит все. Что-то хорошо цветет, что-то похуже цветет. Там гладиолусы у меня распускаются один за одним. Тоже очень красивые цветы. Так. Надо их тоже немного подставить. А то они как-то стали заваливаться немножко. Я займусь этим. Ну и вот петуньки. Вот еще гортензия красавица. Грандифлора. Тоже очень красивая. Начинает распускаться. Также распускается гортензия в хвойном уголке. Ребята, его буду обрезать по осени. И вот хочу показать, как она выглядит не обрезанная вообще. За лето я ее с весны и вот лето прошло. Я ее ни разу не трогала. Штамбовая ива Хакура Нишики. Вот такая лохматушка стала. Но мне нравится. Так. В хвойный немножечко уголочек зайдем. Вот видно там гортензии. Magical Moonlight. Штамбовая лиственница. Очень хорошая, ребята. Дала прирост и штамбовая лиственница. Посмотрите. Вот ее прирост составил сантиметров, наверное, 20. Это прирост этого года. Сейчас я вот так вот. На штамбике. Очень нравятся штамбовые растения. Так. Калида вымахала. Вот отсюда, ребята, гортензию буду убирать. Она, конечно, здесь цветет. Вот. Это гортензия метельчатая Sweet Summer. Но Blue Alps, он ее всю бедную закрывает. Я ее буду пересаживать за место маленького барбариса. Барбарис буду убирать в другое место. А эту гортензию туда. Но уже по осени. Сейчас не буду ее трогать, так как она цветет. Домик. Хортсмана. Можжевельничек. Ну и вот опять я говорю гортензия. Узреплодник Диабло. Он пока не выбивается. Он шапочкой, как я его подстригла. Ну и клен фламинго. Такой красавец. Здесь две гортензии. Это Little Lime. Тоже они начинают зацветать. Вот он Позреплодник Диабло поближе. У кого он сидит не на солнце, листва будет зеленые. А так как он у меня на полном солнышке, он у меня такой бордовенький. Мне этим очень нравится. Минджулип. Очень хороший. Дал прирост в этом году Минджулип. Сейчас я, наверное, пожалуй, пройдусь по ним HB101. Вот такие у меня лопухи кабачков. Вот отсюда я сняла сегодня три кабачка. Остальные растут. Вот такие кабачки, ребята. Наверное, сейчас я займусь обработкой вот этого хвойного угла своего. Под растениями именно травку постараюсь убрать. Какие-то сорняки вот я вижу. Сначала на грядке, а потом буду этим уголком заниматься сегодня. Ну, на этом буду завершать свой такой маленький репортажик. Ловим солнечные денечки теплые. Во вторник похолодание. Ну, все, ребята. Всем желаю хороших урожаев. Хорошего настроения. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok